привет друзья уже на работе вот с таким чемоданом я шла сегодня на работу и знаете что вспомнила сейчас смеяться будете я помню когда мне было не знаю сколько лет мне было очень стыдно нести туалетную бумагу в россии тем более мы покупали ну знаете вот эти по одному рулону по одному два рулона и помню для меня когда меня бабушку посылал туалет на бумаге была какая-то каторга потому что я думал как мне ее нести все меня увидят с этой туалетной бумагой такая . вот вы знаете я даже сюда когда приехала вот то есть здесь как здесь уже ну там мы в россии купим рулончик в сумку положил уже взрослые все а сюда приехала здесь вот они вот это вот самый маленький этот как формат да я его на работу привезла а продаются тоже большие и то есть это блин сейчас я пойду и всем будут на меня смотреть вот потом сейчас уже по барабану как говорится и не те же большие маленькие причем знаете какие большие там я не знаю сколько 36 по моему рулонов и нормально раньше бы я сказала вот это вот блин подумают люди обо мне что я какая-то это ты любительница посидеть не на конечно любительницы посидеть а кто у нас не любит такая тема конечно найти чуть она мимо прошла моя клиентка она наверно в магазин пошла сейчас придет и вот мне не знаю что-то напомнило мне вот это вот смешно так это ну мне кажется это у всех так было но не стоит какой-то столь этого вам выходить по городу и чтоб тебя увидит или знаете это когда ну лет 18 0 даже 17 в общем с прокладками тоже покупать прокладки как стыдно уже мой все узнают все узнают увидят что у меня вот дела до тем настолько не было у нас продолжается жара вот так что по моему лета я чё-то море там вообще это тепло че но сейчас подружки спросил говорю как море она говорит но для тебя бы прохладно было ну понятно ну а так в принципе люди купаются и наслаждаются последнего денечки у нас кстати да вчера дождь прошел вот такой чистый видите видите какой у нас тут дожди идут что все цветы у меня в пылище машина там ли как танк сегодня тоже паснула поэтому и машину моем раз в год а да нет даже знаете как я окна дома мою перед весной но перед летом и осенью так машину мою хочу ее мыть намывать если тут вот две капли упадут и все и пылища будет пипец на не какая-то хвай и так пойдет вот там я полотенце уже сняла сейчас буду складывать не туда а тут я не знаю придет она не придет моя клиентка лена завтра придет при те на сто процентов придет потому что она с горы сюда даже не спускается отсюда поэтому другой вопрос когда она придет вообще пасть по четвергам ходит то есть сегодня ну да ладно а я тут включила этот как он называется то модный приговор на планшете включила сейчас на первый канал буду складывать полотенце и слушать модный призыва что там модненького такого есть вдруг какую-нибудь новые какие-нибудь новые штучки вышли а я не в курсе такая у нас сегодня погода море смотрите какой черный и вообще прохладненько на небо такие тучи гляньте как там капли какие-то падают с неба капли падают дождик а вот там над морем нету на море какое-то темное маму чарли я уже отработала сейчас домой пойду кашка там у меня варится гречневая вот а до этого до дома мне нужно заехать в магазин в киаби там муж джинс купил они ему не подошли поэтому надо их отвезти обратно сдать так что вот так и все и быстренько домой туристов еще дофига ходит всякий туристический вот это мне улица так нравится у там до хранат что ли растет да представляете гранат растет офигеть и как вы еще не сорвать чарли меня тянет и тянет гляньте как еще не сорвали прикол вот там поднимается и тут стою так ладно пойдем дальше моя клиентка тоже зато меня увидит сейчас она увидит и скажет что это я снимаю а че я шепотом-то разговариваю она все равно мне не понимать смотрите кстати видите я могу что-то украшает улицы ночью вот это все светится то есть на следующей неделе не в это воскресенье вслед вот видите как и деревенские эти улочки сегодня кстати столько много этих мотоциклов приезжала ужас а что-то не завязаны она и своем его я касса а комы как в деревне в обычной все друг друга знают соседям ходят правда вот сегодня даже одна клиентка зашла и говорит ты вот знаешь что вот такого-то я говорю понятия не имею а вот он тебя знает я внув я наверное знаменитость меня все знают тем более русских парикмахеров то в деревне наверное не так уж и много а вот и а разговоров ну как в деревне в каждый разговоров то любят же люди поговорить обсудить кого-нибудь косточки перемыть перед входом домой мы давайте в море посмотрим видите какое оно темное хотя нету не на это на может быть хотя вот нету никаких облаков надо морем ничего а море темные так и спираки так что вот так и никакого и ни одного человечка не загорают ничего ладно поедем магазин и этот все куда-то его тянет и тянет и не хочет на месте стоять какашки нюхать хочет какашки одни нюхать хочет и все потом я тебя целую бессовестный как свинья буду все грязные ведь какие машины от это грязные все но это не моя машина они все такие здесь машины поменяла я штаны домой приехала чуть мне кажется что у меня телефон что-то там вот сделала я гречечка моя гляньте какая вкуснятина снимки текут с кроликом и салатик здесь у меня огурчики редиска и лук а заправила я все это кефиром такая у меня им как это импретация импертация импертация короче вместо сметаны и майонезом кефирчик и знаете очень вкусно так что я буду кушать всем приятного аппетита заказывала себе продукты в парикмахерскую пипец уже недели две назад уже позвонила ему ну поставщику что где мои продукты вообще я без красок уже без всего вот вчера он не звонит мужик и говорит типа это не могу подняться туда на работу я буду привозить домой вот сейчас не привезли домой такой пакет вот краски мои теперь я с красками вот они обычно там какие-нибудь подарки кладут ну знаете там например одноразовые эти одноразовые как они называются то типа фартуки не фартуки но которые чтобы про фартуки наверное до передники когда красить людей то на них и за то что он опоздал надо было мне много подарков даже весьма такой странно или это не уже и фактур накладную прислали учет мало опять нет прислали в подарок вот этих штук кисточек у меня уже знаете сколько их их у меня страсть сколько куда мне девать их столько чуть какой-то фигню шлют постоянно вот это да вот я такие фартуки вам говорил не фартуки вот эти штуки которые надевают вот сюда ну вот так вот они как это надевается пластиковые и это чтобы краска не было что-то мало конечно блин у них две недели везло теперь еще краски больше на хочу письмо мой домой берет нет коробку ввести на работу а что делать это наверное это накладная так 26 числа мне ее заплатить надо обычно всегда сначала товар привозят а потом уже это накладную присылают а сейчас уже все вместе ну да ладно блин упереть ее обратно охота что конечно им туда знаете не охота залазить наверх то ко мне туда и машины хер пройдет вот он не звонит я туда не поднимусь типа где сегодня не могу завтра я не могу я вру а извините тогда что как выход какой у нас есть ну ладно я завтра постараюсь такой интересный а что мне надо было делать я туда не хочу сюда не хочу я что ли за ней поеду ну вообще и вот пока на них не не на орешь не на орешь или вот знаете как тоннам таким вот командирским не скажешь они не понимают все это у этого кстати чё-то по моему сегодня понос да обожрался ты чё-то вчера я тебе вчера только курицу давал чё ты сожрал тогда чё ты сожрал ну-ка расскажи чё ты жидкой жидкой так сожрал сожрал чё сожрал у меня один раз знаете как болел у него понос был неделю целую я к нему его даже это к врачу водила к ветеринару температура у него была и весь такой весь больной был ему антибиотики выписывали да так что не надо лучше все это в копеечку вставляю стая ну как встает вот ну раз уж я его как варится так типа некоторые мне ой собаку типа это к врачу водить делать тебе нечего типа это деньги тратишь на фигню какую-то извините как на фигню я его я его взяла то есть что оставлять подыхать пускай типа подыхает из-за каких-то там ну не знаю денег тем более я не знаю я вот так просто смотрю на таких людей мне как-то ну не знаю я для меня вот я считаю если ты не способен как бы ухаживать за животным тонн то и не надо его заводить зачем я же я собаку взяла знаете я к этому шла два года наверное я думала чтобы взять собаку там туда-сюда потому что я прекрасно понимала что это за растраты затраты это деньги ну ни капельки об этом не жалей вот и никакие деньги не страшно я один раз прихожу домой он весь такой бы дрожит я его в охапку и к ветеринару от испуга представляете так испугался он наверное эти вот петарды разные сбывают тут и он их боится до удари и наверное пока я там где-то ходила он тут были эти петарды он так испугался что он бедный там вообще я вообще не понимал что с ним ему тоже таблетки выписали идет идет да про тебя разговариваю откуда знаешь куда знаешь чего у тебя живот наверное болит да какой-то странный только не болей а то чуток дороговато мне выходит твоя болезнь мой ладно заболталась я что-то всякой фигни на улице погода такая не дождь не снег не дождь не снег не солнце не лето не не лето не осень прикиньте сейчас ела кролика он ему кролик не нравится я ему дала кролика он не нравится или правда у него живот болит что он уже не хочет нет хотя и гречку дала он гречку пожирал чуть-чуть я могу понюхать а кролик ему не нравится понимаете ли король вот сел уселся ладно я уже поелать пойду чайку себе заварю с тремя конфетками конфетки вараночки словно лебеди саночки слышу стук как немщика я-то совсем уже высохла на меня тут стоит такая вся уже туели все равно добавляю в это в чай чай очень вкусный стоит снато получается обалденный как моя кружку полулитровая занята надо помыть а другую я не люблю мы уже походили сегодня мы ходили солей так что сейчас еще надо попить чай пью много много чай пью потому что я буду не люблю вода вообще для меня какая-то невкусная вообще не напиваясь водой люди говорят что надо пить много воды но если я им не напиваю что то как мне быть вот сейчас мы сериал кстати я досмотрела или не досмотрела не пойму благие намерения не чуть там осталось чуть-чуть сейчас досмотрю кстати я даже не поняла что я не досмотрела обалдеть оказывается мне есть кое-что смотреть время еще правда рано это тоже игрушки ему подавать да ты спать на жизнь потому что ты находился нет не хочет спать вот и чего делать-то досматривать сериал и чай пить черносливом и вкусно будет и полезно вот такие дела все равно жарко прям все духотище хотя и ветерок такой дует прям классный но у меня как видите как сегодня нет ветра сегодня мне не задувает в общем пойду чай заваривать себе и все надо мне вот эту штуку router router как он называется отвести мы поменяли к эту связь интернет и надо ее отвести а то нам сказали что за него денег сдерут надо мне его отвести чтобы денег не сдрали потому что нафиг он не нужен хотя у меня уже есть один они знаете говорят типа привезите они там из вас деньги возьмем а потом нифига ничего не берет потому что я не знаю бы уж на это никому нужны мне кажется бы уж на никому и не дают потому что нам вот сколько раз я меняла мне ну хотя я не так уж часто меняла но нам всегда привозили как бы новые так что фигу узнать но на всякий пожарный отвезу потому что нафиг у меня но вспомнить бы о том что мне его надо отвести коловато моя ооо старенькая уже так что вот такие дела ладно так день подошел к концу будем закругляться пойду морду лица мыть а еще нас блин какие-то летают комары не комары мошки не мошки хрен его знает такие мелкие мелкие и они меня всю нафиг искусали поэтому приходится включать вот эту хорошо хоть помогает вот эта штука от комаров блин вообще вчера ночью просто забыла включить вот и сегодня уже я чувствую что меня съели так нет это картину чтобы вам показать я просто сама сегодня обратила внимание на потолок то есть это не комары они вот так вот не летают это какие-то мошки непонятные такая погода что хрен его знает что-то летает вот хожу сейчас чесусь чешусь вот видите но кусают блин они как будто я не знаю эти самолеты чешется так что вот так и света у меня тут не включен ну на телик наверное летят и там телик смотрю у меня кстати сегодня программа выходит который я смотрю этот большой брат большой брат у называется да да вот по четвергам выходит но я еще не сильно на него подсела потому что еще не конкурсантов не знаю ничего такого но как бы надо входить в роль потому что он длится этот проект три месяца но так знаете чтобы занять себя чем-нибудь это по испанскому я смотрю вы же знаете наверное но я даже если не знаете я много раз говорила что вечером я смотрю испанское телевидение днем я смотрю русские сериалы но когда время есть а вечером вот включаю и там знаете что нибудь дела какие-нибудь делаю или еще что-то и вот он там она разговаривает и разговаривает чё ему еще доделать разговаривать да и все так что вот этот ответ чуть красоту наводит весь такой чистюли чистюли прям не могу так что скажи пока у меня камера садится поэтому надо успеть вам сказать пока всем до завтра спасибо что меня смотрите пальчики вверх губки тоже вверх улыбаться радоваться жизни всем пока до завтра